Всё, мы можем начинать. Глубоко уважаемый Дмитрий Васильевич, уважаемые участники симпозиума компании «Би Браун», мы рады вас приветствовать. Дмитрий Леонидович присоединится к нам по видеосвязи, он нас уже видит и слышит. Благодарим вас, что вы нашли и уделили время именно нам, учитывая очень насыщенную программу съезда фар, и мы готовы начинать. А вот мы уже и Дмитрия Леонидовича видим. Дмитрий... Добрый день, уважаемые коллеги. Да, Дмитрий Леонидович, добрый день. Очень жаль, что... Дмитрий Васильевич, добрый день. Да, не смогли. Вот очно-очно, но тем не менее. Да, ну хоть так удалось. Приношусь за извинения, уважаемые коллеги, что не получилось, такие обстоятельства сложились, что, ну, к сожалению, не могу их только. Спасибо вам большое. Мы рады вас наблюдать даже на экране. Меня зовут Рикалова Алла Сергеевна. Я являюсь продакт-менеджером направления продлённой заместительной почечной терапии в компании B-Brown. Позвольте мне представить вам программу нашего симпозиума. Она состоит из четырёх частей. В первом будет дано определение гемопроцессора нового поколения ОМНИ. Во второй части Дмитрий Васильевич расскажет нам про современные стандарты продлённой заместительной почечной терапии. Далее Дмитрий Леонидович Шукевич поделится своим первым опытом применения гемопроцессора ОМНИ. И в конце вы сможете задать все интересующие вас вопросы. Чтобы говорить о новом поколении, необходимо углубиться в историю компании B-Brown, которая берёт своё начало в 1839 году, когда Юлиас Вильгельм Браун приобрёл небольшую аптеку в городе Мельзунген, Германия. В 1867 году было зарегистрировано название B-Brown, и далее было много важных событий, связанных с производством первого шовного материала Кетгуд, с появлением первого инвекционного насоса, с появлением однопросветного катетера Браунюля. И именно в 1950-х годах случается прорыв в области клинического диализа, и компания B-Brown начинает вкладывать инвестиции в развитие данных технологий. С этого времени модернизируются аппараты для хронического диализа. В 1991 году появляется первый диализный центр в городе Будапешт. На данный момент более 360 центров по всей России и по всему миру около 86 центров в России. С 2000-х годов развиваются технологии, связанные именно с продленной заместительной почечной терапией, и появляется первый аппарат Диапакт. И сегодня перед нами совершенно новое поколение аппаратов с гемопроцессором ОМНИ. Под гемопроцессором мы понимаем совокупность аппаратной части и программного обеспечения, и эта связка станет таким надежным ассистентом в принятии решений и позволит выполнять продленную заместительную терапию максимально эффективно и безопасно, при этом оставаясь удобным и простым решением. Но в чем же новизна? Как это реализовано в аппарате? В ОМНИ интегрирована интеллектуальная система GOMEOSAVE Premium. Система состоит из нескольких алгоритмов, которые объединены в блоки. И каждый блок позволяет каждой конкретной ситуации принимать те или иные решения. Первый блок относится к контролю баланса жидкостей. А алгоритм позволяет в определенных границах адаптировать заданные пользователям параметры. Например, снижать поток кровотока, если у нас возникает какая-то кратковременная проблема на доступе. Например, перегиб катетера, если вдруг пациент повернулся или пошевелился. Аппарат в данный момент не переходит в аварийный режим и не подает сигнал тревоги. Система, соответственно, не останавливает насос крови и после разрешения проблемы возвращается к первоначальным заданным параметрам. При распознавании снижения проницаемости гемофильтра, алгоритм выдает уведомление, что необходимо снизить поток замещения. Происходит это в автоматическом режиме и таким образом минимизируется риск тромбирования фильтра. И пользователь может либо изменить параметры, либо перейти в другую модальность. Перед стартом каждого лечения роликовые насосы калибруются в автоматическом режиме по весам. Таким образом мы получаем наивысшую точность в контроле баланса жидкостей. В автоматическом режиме происходит и контроль уровня воздушных ловушек. Пользователю нет необходимости удалять воздух вручную, нет необходимости использовать какие-то сторонние инструменты, шприцы или зажимы. Следующим важным блоком является контроль эффективности терапии. В многочисленных исследованиях доказано, что эффективность заместительной почечной терапии сводится к достижению определенного диапазона, так называемой почечной дозы. Диапазон этот лежит в пределах от 25 до 35 мл на кг в час. Кто-то называет это дозой инфлюента. В ОМНИИ мониторинг почечной дозы всегда на экране. Аппарат не просто отслеживает, соответствуют ли заданные параметры необходимому диапазону. Он и помогает достигать целевых показателей даже с учетом всех остановок и сигналов тревог. В интерфейсе у вас будут три параметра. Первый — это текущая почечная доза, то есть та доза, которая рассчитана, исходя из выставленных пользователем текущих настроек. Реальная почечная доза, то есть та доза, которая достигнута с учетом всех остановок на данный конкретный момент времени. И целевая почечная доза — это показатель, который система нагоняет, увеличивая или уменьшая потоки замещения и идеализата, чтобы достичь наших текущих настроек. Все это происходит в автоматическом режиме. Если изначально заданные параметры не соответствуют необходимому диапазону, у нас будет интерактивная подсказка, какие действия необходимо предпринять. Подсказка также может содержать и информацию о том, что можно сменить модальность, чтобы достичь нашего целевого диапазона. Для этого нам нет необходимости менять сет, только несколько нажатий на сенсор в интерфейсе. Еще один важный встроенный алгоритм системы Гомеосейф — это минимизация времени простоя. В перерывах мы можем продемонстрировать всем желающим, что аппарат не будет реагировать на касания мешков, на какие-то перемещения, на коротковременные манипуляции с пациентом. Он не переходит в аварийный режим и не выдает сигналы тревог. Есть определенный встроенный диспетчер, который идентифицирует, какие действия произошли и влияют ли они на безопасность процедуры. Соответственно, чем меньше ложных сигналов тревог, меньше простое и больше внимания для времени принятия решений и лечения пациентов. Но все вышесказанные алгоритмы не ограничиваются сегодняшним днем. Модульная концепция позволяет дополнять функционал. И в мире уже использует ОМНИ с наборами, включающие в себя оксигенатор для элиминации СО2, включающий в себя открытый канал для подсоединения сорбционных колонок различных производителей. Также инженеры Ви Браун в скором времени представят ОМНИ-сеты для каскадного плазмофереза и педиатрические наборы. Таким образом, вы получаете решение, которое, во-первых, поможет вам в любой ситуации принять то или иное решение благодаря встроенным алгоритмам и подсказкам. Во-вторых, отвечает всем требованиям отделения интенсивной терапии. И, в-третьих, имеет возможности для того, чтобы расширить свой функционал в будущем. Ну а про важность решений и про то, каким образом они принимаются, вам расскажет Дмитрий Васильевич Соколов. Я с удовольствием передаю ему слово и благодарю вас за внимание. Алла Сергеевна, огромное спасибо. Действительно, вы очень много интересного рассказали и нужного. То, что действительно необходимо нам в нашей рутинной практике. И вот об этом я, наверное, хотел бы сейчас с вами поговорить, потому что те вещи, которые решены в этом аппарате, как они сделаны, задуманы производителем, на самом деле они могут очень помочь в нашей практике для достижения максимального эффекта с точки зрения клинических результатов. Ну и давайте начнем с такого клинического случая. Конечно, не хотелось читать какую-то классическую лекцию о современных стандартах продолжительной заместительной почечной терапии и подходах просто без какого-то примера. То есть, как что-то из потолка. То есть, это действительно наш пациент, который абсолютно недавно был в нашей практике. И вы видите, что, в общем-то, 67-летний мужчина поступил к нам в скорое отделение экстренной медицинской помощи с жалобами. В общем-то, состояние было тогда еще на тот момент средней тяжести. Но вы видите, такая небольшая склонность уже к тахикардии, хотя еще она не входит в рамки тахикардии клинических, да, классических. Но, тем не менее, артериальное давление было так себе, хотя мужчина, в общем-то, был склонен к гипертензии. Ну, жесткое дыхание, ничего там особенного. Бледноватые кожные покровы. Вот, болезненность была при правом фланге. Конечно, его наблюдали наши хирурги. Это, естественно, в общем-то, там была какая-то начинающаяся катастрофа, и они его крутили как могли. Надо сказать, что вот с такими анализами он приехал, и здесь уже было, да, кое-какие вещи обращали на себя внимание. Это вот некрасивые у нас лейкоциты, да. Надо сказать, что и креатинин здесь уже на данный момент был 174. Вот, коллеги, у кого-то есть предположение, почему у него был высокий креатинин повышенный? Абсолютно верно, гиповолемия, да. Циреактивный белок был, вы видите, так себе, да, все-таки высокий. Но еще не ужас-ужас. Ну, по ультразвуку никаких камней, ничего такого не было. По гастроскопии, в общем, тоже всего лишь какой-то пищевод бар. Для нас, анестезиологов и реаниматологов, это ерунда. Для гастроэнтерологов они бы, ох, ухватились бы не за него. Но, тем не менее, по колоноскопии, да, в общем-то, определили дивертикулиты. Естественно, это пациента нужно было брать, потому что он был, мягко говоря, некрасивый. И выполнили сначала лапароскопию, но там, а, открыли балкон? То есть мы теперь популярны? Прекрасно. Значит, ну и, собственно, вот эту перфорацию нашли, резецировали часть кишки. Там, на самом деле, вы видите, довольно долго делали, да, для, в общем-то, резекции. Это такое довольно продолжительное время, но, действительно, там были технические сложности, припаяно было. И, в общем, поэтому, конечно, это заняло определенное время. Но надо сказать, что вот буквально через, там, да, получается 15 часов получилась такая история, что пациент с отрицательной динамикой, он находился у нас в первой реанимации. Ну, в общем-то, к утру уже, вы видите, 8.30 норадреналин в высоких дозах. При этом мы видим, что, ну, мягко говоря, с давлением у него проблемы, даже на такой высокой цифре норадреналина. Естественно, продолжалось еще прямо с операционной поддержкой респираторной функции. Ну, в общем-то, при этом это все сопровождалось, конечно, порезом. И самое главное, что у этого пациента, в общем-то, отмечалась очень четкая тенденция к олигоанурии. И по Софии это, в общем-то, 10 баллов. При этом утренние анализы стали намного-намного драматичней. Вы видите рост лейкоцитоза, циреактивный белок, проклецитонин все выше и выше. Ну, тропонин, конечно, тоже не очень красивый, но это не сопровождалось какими-то серьезными показателями ишемии на электрокардиограмме. Но и при этом он, конечно, входил в такой высокий цидоз метаболический. Там уровень лактата подбирался к 5. Да, даже было чуть больше. Вот, по УЗИ было небольшое количество жидкости в брюшной полости. Ну и, собственно, вот такая штука. Коллеги, диагноз какой у пациента? Сепсис-сепсиса, а точнее, септический шок, да? Потому что мы его определяем как, согласно концепции Сепсис-3, это потребность в азопрессорах для поддержки среднего артериального давления больше либо равному 65 мм тутного столба. И когда мы видим лактат больше 2, и вот этот пациент, он просто классический, да, в общем-то, пациент с септическим шоком. Действительно, септический шок ему был выставлен в контексте развития синдрома мультиорганной дисфункции. И вот показана ли ему экстракорпоральная терапия в такой ситуации? Да, абсолютно верно. С точки зрения заместительной почечной терапии однозначно. Потому что Кей Дига 2012 года, как мы знаем, в этом году собралась группа рабочая Кей Дига. У нас через 2 года появится новая версия. Собственно, меня пригласили тоже в рабочую группу. И надо сказать, что, ну, тем не менее, мы пользуемся еще старыми рекомендациями, которые, ну, вот с этих позиций вряд ли изменятся. Но заместительная почечная терапия должна быть начата немедленно, как только выявляются опасные для жизни нарушения водного электролитного баланса, а также кислотно-щелочного равновесия. И, конечно, очень важный пункт 5.1.2 – это то, что делает действительно нас докторами и заставляет принимать вот эти порой сложные решения. Вы видите, начало заместительной почечной терапии – это не просто какие-то показания, это оценка динамики, куда мы движемся. И в проекте, который мы с Юрием Сергеевичем написали по острому повреждению почек, собственно, есть эти показания абсолютные. И здесь кто-то мне может сказать, какие у этого пациента были абсолютные показания для заместительной почечной терапии. Ацидоз, да, гиповолемия не является как таковым показанием, но здесь я бы хотел обратить ваше внимание на… Да, здесь в большей степени ацидоз и, собственно, гиповолемия, нечувствительность к диуретикам – это абсолютная. Почему там была нечувствительность к диуретикам? По сути, вы помните, там 10 миллиграмм, но мы, тем не менее, провели фуросимид стресс-тест. Максим Михайлович и коллега должны точно знать, что такое фуросимид стресс-тест. Давайте проверим. 200 миллиграмм через 2 часа. Это диурет. А фуросимиды сколько дать? Миллиграмм на килограмм. Отлично. Ну, видите, как хорошо. Вот, и на самом деле это так. Если вы видите, что меньше, чем 200 миллилитров мочи за 2 часа, то вы имеете абсолютные показания для назначения заместительной почтной терапии. И я здесь призываю вас, когда вы пользуетесь этим проектом для назначения экстракорпоральных терапий, обратите внимание на слово «относительный». Вот «относительный» мы вкладывали именно такое значение, что вы смотрите на динамику показателей. То есть, если утром калий был 6,5, а вечером он там, значит, 7, то понятно, что это как бы ничего здесь хорошего нет, и это нужно начинать экстракорпоральные технологии. Вопрос другого характера. А тип заместительной почтной терапии? Коллеги, давайте руки поднимем. Кто за интермитинг? Вы знаете, вот то же самое. Я вот в 5 утра сейчас прилетел из Будапешта. Мы в университете Земельвейса проводили цикл экстракорпоральной гипокоррекции. Это наш совместный проект первого меда и их университета. И вот на самом деле много людей подняли руки на интермитинг. И, в общем-то, в этом плане я за отечество горжусь, потому что наши коллеги все прекрасно понимают, что продолжительные, продленные методы заместительной почтной терапии – это, конечно же, про этого пациента. Да, собственно, Кейдига об этом и говорит. Мы предлагаем проводить продленные, продолжительные, заместительные методики у пациентов с нестабильной гемодинамикой и высоким риском отека головного мозга. И это, собственно, понятно, потому что из трех компонентов гемодинамики… Скажите, какие три компонента у нас гемодинамики? Фар – тяжелая вещь. Конечно же, это сердечный выброс, объем циркулирующей крови и ОПСС. Конечно, мы с вами работаем с объемом циркулирующей крови, и как мы с ним работаем, мы посмотрим, что это доказывает, какие работы. Но мы, если делаем это в интермитирующем режиме, мы действительно вносим большую дестабильность в и так кое-как собранную с помощью таких доз норадреналина систему гемодинамики. Это на самом деле становится проблемой. И, конечно же, у этого пациента речь идет о продолжительной заместительной почной терапии. И мне действительно очень отрадно, что никто не поднял руку с точки зрения интермитинга. Но хорошо, вопрос модальности. И здесь у нас есть четыре модальности, и давайте рассуждать. То есть вопросы идут по нарастающей. Кто, поднимите руку, кто за продленную ультрафильтрацию? Очень круто. Продленный гемодиализ. Хорошо. Гемофильтрация, я думаю, здесь уже будет. Так, молодцы. Ну и гемодиафильтрацию. Вот, а я с вами, всеми коллегами абсолютно согласен. И давайте тоже здесь порассуждаем. Дело в том, что мы посмотрим, гемофильтрация – это история про удаление средних молекул благодаря конвекционным потокам. А почему здесь нам нужен все-таки диализирующий компонент? Потому что, как мы знаем, диализ очень хорошо контролирует именно мелкие молекулы. А, собственно, у этого пациента, что мы хотим контролировать путем контроля мелких молекул? Конечно же, ацидоз. И здесь растворы, которые висят на прекрасной машине, они являются сбалансированными растворами и играют роль донаторов бикарбоната. Таким образом мы контролируем, очень хорошо контролируем кислотное основное равновесие. А почему это важно, поговорим чуть попозже. Но мне нравится вход ваших мыслей, мы в этом созвучны. В принципе, уже Алла Сергеевна упоминала такое страшное слово, как «доза», да? Вот, ну хорошо, давайте в этом плане посмотрим. Кто за 10 литров? Отлично. 15 мл на килограмм. Класс. 20-25 мл на килограмм в час? Окей. А 30 мл на килограмм в час? А в чем разница? А разница в том, что раньше на поколениях машин из-за того, что простое были, мы вынуждены были делать что? Мы, да, увеличивать дозу эфлиента для того, чтобы покрыть все эти вещи. Сейчас этого делать не нужно. Это означает, что мы экономим растворы. И как сейчас модно в Европе, да, и там не вносим свой вклад в загрязнение окружающей среды. Мы, в общем, становимся экологичными, да, анестезиологами или неотологами, что на самом деле очень круто. Но с точки зрения эффективности это тоже очень важно, потому что именно доставка точной дозы, откуда взялась эти 20-25 мл на килограмм в час с точки зрения эффективности? Дело в том, что за 24 часа это и есть КТНВ. Вы уже знаете, что такое КТНВ, да, просто коллеги закончили цикл наш по экстракорпоральной гибокоррекции. Вот, КТНВ это мера обмена нашей воды в сосудистом русле интерстиции. И в этом плане, в такой дозе и точно доставленной дозе, мы точно знаем, что пациент чист. Мы убрали все лишнее, то, что хотели убрать. Окей, хорошо. Коль мы имеем дело с мультимодальной системой, полипатентной, то сорбция у этого пациента. Кто за, кто против, кто воздержался? Я думаю, что, да, все за, да, видите, как круто. На самом деле, действительно, абсолютно то, что я показываю, это нормальные звенья патофизиологии септического шока. И мы сейчас с вами абсолютно четко знаем, что с этим надо работать и что-то делать. И, конечно же, в наших рекомендациях так и написано, что у пациентов септическим шоком мы написали, что мы рекомендуем рассмотреть возможность применения методов экстракорпоральной гемокоррекции у пациентов с септическим шоком. Ровно для того, чтобы была возможность, в общем-то, убрать все эти патогенные некрасивые молекулы. Ну, действительно, мы провели этому пациенту экстракорпоральную терапию. Это была, как мы уже с вами выбрали, сочетанная процедура. В это же время была сорбция липополисахарида. И, на самом деле, в общем-то, закончилось все более-менее ничего. Но, это я забегаю вперед, а как вы думаете, с точки зрения антикоагуляции, на чем мы проводили, значит, какой тип антикоагуляции был нами выбран? Цитрат. Кто за гепарин? Поднимите руки. Ну, сложно сказать. Сложно сказать. Ранний послеоперационный период. Тут, да, тут есть нюанс. Вот. И, конечно же, абсолютно верно. Мы уже лет 9, как, в общем-то, не пользуемся гепарином. Это, конечно же, была регионарная цитратная антикоагуляция. Но у нас есть еще одна опция, которую мы можем использовать, если вдруг у нас закончился цитрат. Это что? Вы вот буквально закончили у нас недавно. Вы должны это помнить. Что такое FF? Фильтрационная фракция, да? То есть, это тогда, когда мы не объединяем кровь в фильтре, снижаем риск тромбоза. Конечно, это тоже опция, которую мы можем пользоваться при проведении экстракорпоральной терапии у пациентов. Вот. Собственно, да, на следующий день, в общем, удалось на такой комбинированной территории терапии убрать норадреналин. Значит, ну и пациент действительно вышел. И, собственно, вы видите подсчет по шкале SOFA у нас. Это делается автоматически в Кумаэсе. Вы видите, что пациент действительно вышел из этой катастрофы. Там, в принципе, все закончилось хорошо. И мы довольны этим. Но давайте поговорим о той концепции, в рамках которой мы все это делали с вами. Да, мы теперь, собственно, вместе лечили этого пациента. Мы уже давно живем в концепции мультиорганной поддержки экстракорпоральной, когда мы с помощью более таких модальных машин можем делать много чего для пациентов в критическом состоянии. Если мы имеем дело с пациентом с ОРДС, и мы в какой-то момент очень жалели, что в ковиде не было девайсов, удаляющих СО2, потому что по пневмопротективной вентиляции сейчас в Брюсселе вообще вся секция ИВЛ была посвящена ультрапротективной вентиляции, а это 4 мл на килограмм, то вы представляете, какая здесь важность иметь возможность удалять СО2. Это действительно очень нужная вещь, и мне кажется, что она завоюет определенное место в сочетании терапии, заместительной почечной терапии и удалении СО2. Конечно же, это контроль воды, о чем мы с вами поговорим, либо классические заместительные почечные терапии, но здесь очень важно плазмомодифицирующие технологии, о которых мы тоже поговорим, ну и гемоперфузионные. Здесь все это очень важно. Эффективны ли девайсы, удаляющие СО2? Да. И РДСНЕТ доказала, собственно, важность применения пневмопротективной вентиляции. Это действительно улучшает выживаемость пациентов, но при этом СО2 действительно высокое, и эти девайсы спокойно помогают нам модерировать всю эту ситуацию. Что касается плазмодифицирующих методик, это очень важный компонент, тут редко, но метко, потому что если у пациента развивается острая печеночная недостаточность, то, конечно же, в общем-то, применение плазмодифицирующих технологий, иногда в сочетании с орбирующими технологиями, конечно, могут, в общем-то, помогать этим пациентам. И мы знаем, АСФА рекомендует плазмодификацию, также общество гипотологов европейских тоже четкая рекомендация применять плазмодификации. Но уж с точки зрения контроля воды, это абсолютно необходимая вещь, потому что мы знаем, что один из двух пациентов в септическом шоке – это тяжелое почечное повреждение второй-третьей стадии. Эти пациенты со сниженной скоростью клубочковой фильтрации не могут контролировать свой водный статус. Объем циркулирующей крови имеет тенденцию к нарастанию, мы это еще посмотрим, и мы имеем сразу дело с двумя кардиоренальными синдромами. Кардиоренальными и ренально-кардиальным. То есть и сердце, собственно, на фоне септического шока со сниженным выбросом – это ишемия. И наоборот, снижение СКФ, увеличение преднагрузки, увеличение, собственно, каких-то сердечно-сосудистых осложнений. И вот то, что мы делаем, вот пресловутые 20 мл на килограмм у пациентов с септическим шоком – это на самом деле очень такая серьезная вещь, особенно когда есть снижение скорости клубочковой фильтрации. Эти пациенты очень быстро становятся нереспондерами, и вся эта вода, она уходит в интерстиции. И мы сейчас посмотрим. И вот эти четыре фенотипа сепсия, я думаю, что на форуме, в рамках ФАРа вы уже много о них слышали. Я единственное, что хочу сказать, что бета-фенотип ассоциирован с почной дисфункцией, и вот у них как раз инфузионная терапия вела к неблагоприятным результатам. Ну, хорошо, если они достоверно погибают с водной перегрузкой, то как контролировать эту водную перегрузку интермитингом или продолжительными методами? И вот здесь продолжительные методы, конечно же, Пикард показал, что лучше. Но вопрос тоже, а как мы их контролируем? То есть если каждый раз система имеет более четкий подсчет удаления чистой жидкости из пациента, мы достоверно лучше контролируем и внутрисосудистую жидкость, и интерстициальный компонент. Ну, а уже вот эти частоты удаления жидкости мы все знаем, и Рави Муруган, собственно, в 2019 году это публиковал, 1,01-1,75 мл на килограмм в час достоверно ассоциированы с более высокой выживаемостью пациента. Почему важно использовать гемодиализ? Дело в том, что если гемодиализ действительно хорошо контролирует, я имею в виду диализный компонент в рамках модальности, хорошо контролирует кислотно-основное состояние, то это является очень интересным инструментом контроля гемодинамики. Каким образом? Дело в том, что пациенты в метаболическом ацидозе экспрессия катехоламиновых рецепторов на эндотелиоцитах очень низка. Это значит, что мы вынуждены были вводить на фоне этого ацидоза вот эти 0,8 мкг на килограмм в минуту, вот эти лошадиные дозы. В то время, как мы начинаем работать диализным компонентом, мы хорошо контролируем вот этот кислотно-основной статус, таким образом повышая экспрессию катехоламиновых рецепторов, а значит, наутро мы видим, что снижение дозного адреналина. То есть это не столько и нисколько удаление липополисахарида с точки зрения гемодинамики или цитокинов. Да, это есть определенный вклад, но первую скрипку здесь играет контроль кислотно-основого состояния, и вот поэтому метаанализы говорят о продолжительной заместительной почтной терапии, как лучше ассоциированные с стабилизацией среднего артериального давления и с меньшей потребностью в вазопрессорах. Окей, хорошо, но здесь еще одна история. Кто мне может сказать, какая таблетка от ОПП? Есть ли она? А что нужно для того, чтобы не ухудшить ситуацию? Я проверяю выживаемые знания. Да, но каким образом? Да, хорошо, но самая главная база – это максимальное сохранение перфузии почек, потому что высокофункциональный эпителий действительно зависит от ишемии. И вот в этом плане, когда продолжительные методы в меньшей степени приводят к турбулентности гемодинамики, таким образом у нас вазоректа в большей степени может доставить кислород к высокофункциональному эпителию. И вот здесь, собственно, метаанализы об этом говорят. Да, это не очень сильный метаанализ, но тем не менее это означает, что мы лежим в правильном направлении восстановления функции почек. Это важно, чтобы наш пациент выходил с более-менее сохранным функциональным резервом. Но, конечно же, все эти, я бы сказал, как сейчас у молодежи принято говорить, фичи, да, собственно, они по-разному могут работать. Если мы работаем на гепарине у пациентов с системным воспалением, мы знаем, что высота тромбозов на гепарине, она довольно высока. И сейчас в 4 раза за 14 лет увеличилась доля регионарной цитратной антикоагуляции. И, собственно, она потому и выросла, что именно она обеспечивает эффективную четкую процедуру, потому что она безопасна, и она выдает полную эффективность гемофильтра. Надо сказать, что, конечно же, здесь мы, пробегая по каскаду подфизиологическому септического шока, конечно, имеем дело с грамотрицательными бактериями. Они, собственно... А уже доложили результаты Риорита-2? Все плохо? Как обычно. Ну вот, это означает, что мы, конечно, заполнены грамотрицательной флорой, и в большей степени, в кавычках, прекрасный клипсиел, ацинетобактер, да, ишерихия коли, это наш бич. И вот это мы узнали, вот этих крокодилов, мальтофилию, да, стеранторфамонос. Ну, в общем, тоже грамотрицательный крокодил. И надо сказать, что вот запускают они каскад производства высоких уровней цитокинов, а те, в свою очередь, запускают активацию лейкоцитов. А лейкоциты разрушают капилляры. Капилляр больше не удерживает воду в сосудистом русле. У нас отек, интерстиция. И вот здесь, согласно определению септического шока, о котором мы с вами проговорили, мы видим вот этот вот высокий локтат на фоне тяжелой медохондриальной дисфункции. По сути, это и есть основа синдрома мультиорганной дисфункции. Хорошо. Окей, что нам делать с липополисахаридом? Нам, мы можем его удалить с помощью стандартной гемофильтрации? Конечно, нет. Полтора миллиона килодальтон – огромные мицеллярные структуры. Конечно, надо инкорпорировать какую-то колонку, какой-то девайс, который бы помогал это удалять. И именно открытые системы машин позволяют нам это делать. И, собственно, у нас есть возможность измерять уровень активности эндотоксина. Это все узнали, постхоканализ эфрата, когда от 0,6 до 0,9 уровня активности эндотоксина, да, выживаемость на 11% была лучше. На самом деле, это огромные цифры для пациентов с септическим шоком. Вы все это прекрасно понимаете. Но, с другой стороны, вот как его измерить? Вот в Питере две, по-моему, машины только. И это проблема. Поэтому мы прописывали в рекомендациях, учитывая данные регистра японского, что именно экстраполяция септического шока на шкалу САФА и доказанной выживаемости в пределах САФА от 7 до 12, собственно, мы прописывали как старт для присоединения к той же гемофильтрации, гемодиафильтрации именно технологии удаляющих липополисахарид. Надо сказать, что тот же эфрат тоже очень интересную вещь показал. Мы с вами всегда, да, как Surviving Services Campaign говорит, берем до антибиотиков, что? Посевы. Они могут у нас быть положительными с точки зрения граммов, да. Значит, либо вообще ничего не сеется. Но надо сказать, что у этих пациентов при этом есть эндотоксин в крови. И как вы думаете, кто источник? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, это так. Вот. Если мы, собственно, определились с точки зрения эндотоксина, то что с липополисахаридами? Гемофильтрация, конечно же, может удалять, значит, цитокины. Да, и, собственно, Келлум очень давно, это 98-й год, они посмотрели с белома, как на гемофильтрации классически удаляется медиатор системно-воспалительного ответа. Надо сказать, что вы видите фактор некроза опухоли, прекрасная дельта элиминации. Но проблема в том, что измеряли они-то мономер. И мы знаем с 1986 года, что биологически активным является тример. То есть, если 17,5 кДт фактора некроза опухоли в мономере, то сколько в тримере? Почти 60-й, в гемофильтр он не входит. Надо сказать, что в этом плане использование здесь полиэфирсульфонных мембран, которые, в общем-то, обладают определенными ассорбционными свойствами, ну, в принципе, неплохо. Но, тем не менее, часто мы должны добавлять. Мы должны инкорпорировать что-то, что помогает нам бороться с высокими пиками интерлейкинов. И, на самом деле, конечно, большие надежды на чистые ссорбенты. Пока, к сожалению, недавно опубликован метаанализ. Мы должны искать. При том, что, да, снижаются медиаторы системно-воспалительного ответа, но мы не видим пока разницу в летальностях с точки зрения чистых цитосорбентов. Но я, на самом деле, вижу в этом большое будущее, потому что, смотрите, мы с вами уже говорили о фенотипах сепсиса. Мы с вами уже спокойно оперируем двумя фенотипами острого почечного повреждения. Нужно смотреть, в каких субгруппах пациентов эта технология работает. И таким образом мы можем четко понимать, как это применять. Но, тем не менее, очень тоже такие интересные моменты, цитосорбенты, да, когда вот команда Питера Пикерса посмотрела, а вот чистые цитосорбенты, они как влияют на иммуносупрессию это? И на самом деле пока в двух группах, где на фоне липополисахарида сорбировали цитокины, а в другой просто, да, подвергали стандартной терапии, к сожалению, уровень иммуносупрессии оказался, в общем-то, одинаковым. Но это тоже, я считаю, очень неплохой результат, потому что мы определяем направление поиска применения этих технологий, и это действительно очень важно. Мы много говорим о липополисахарида, цитокинах, но что мы как-то забываем в большей степени о дамп-молекулах, которые выделяются при разрушении клеток. И здесь тоже на самом деле есть огромные проблемы, потому что HMGB1, а это молекула, которая, собственно, через те же рецепторы, что и липополисахарид, поддерживает воспаление. Это порочный круг, его надо разрывать так или иначе. И более того, эти же молекулы, они поддерживают высокую транслокацию из кишки липополисахарида. Это тоже действительно такая важная вещь. И мы живем в новой концепции, когда синдром мультиорганной дисфункции, а мы с вами по старинке привыкли все эти аппараты для заместительной почечной терапии воспринимать как методы у пациента с развившимся синдромом мультиорганной дисфункции и в большей степени при остром повреждении почек. Так вот, сейчас эксперты вычленили все-таки первые фазы развития септического шока, инфекции и иммунный ответ. И, собственно, сфокусировали наше внимание на тех девайсах, которые могут помочь справиться с вот этими компонентами. И надо сказать, что в этом плане, конечно же, возможность, полифункциональность ОМНИ и открытого СЭТа, она как раз дает возможность ОМНИ очень четко включить в концепцию СЭТ. И это, я считаю, что очень важная вещь. Но в итоге, конечно же, коллеги, экстракорпоральная мультиорганная поддержка это эффективная поддержка при мультиорганной дисфункции. Продолжительная классическая заместительная почечная терапия дает нам очень много чего. Это не только история про удаление креатинина, который как-то будет токсичен. Да бог его знает. Нет, конечно, не токсичен. Он просто функциональный маркер. Да, или там мочевина и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, это еще и хороший инструмент поддержки гемодинамики. И мы уже с вами знаем, да, те механизмы. Все, возможность доставлять полную дозу эфлюента и доставлять пациенту один КТНВ. То есть мы полностью меняем жидкостный компартмент. И нефрологи ценят вот этот вот компонент. Благодаря тому, что у вас есть все время подгонка, это гарантия эффективной процедуры. То есть вы вышли с дежурства, закрыли за собой дверь, и вы четко уверены, что вы дали пациенту КТНВ, соответственно, вы все сделали правильно. В этом вам помогает регионарная цитратная антикоагуляция, потому что она поддерживает нетрамбированный гемофильтр. Площадь поверхности эффективна и большая. Это важно для того, чтобы сделать то, что мы хотим. И в этом плане сочетание эффективной, я подчеркиваю, эффективной продолжительной заместительной почной терапии, сорбции в рамках открытых сетов, позволяет разорвать вот этот порочный круг системно-воспалительного ответа. И, конечно же, сет включает в себя эту экстракорпоральную мультиорганную поддержку, но именно открытые сеты позволяют современные машины четко идти в ногу с современными тенденциями. И, в общем-то, благодаря вот таким аппаратам, таким мониторам, мы можем оказывать полную поддержку пациентам в критическом состоянии, таким образом повышая шансы выживания, пациента в септическом шоке. Коллеги, это все, что я хотел сказать. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Спасибо за внимание. Я не знаю, вопросы позже? Позже? После? Сейчас? Коллеги, весь ваш. Так, может что-то в онлайне? Пожалуйста. Пока не видно. Микрофон включили уже. Жень, помоги, пожалуйста. У нас еще микрофон. Услышать все вопросы, которые... Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения равные эффективные модальности это гемодиафильтрация и гемодиализ на высокопроницаемой мембране, ЭМИК, вот у фрезениуса, или все-таки в случае гемодиализа на ЭМИКе есть небольшой дефицит этой процедуры в плане выведения средних молекул? Спасибо. Слушайте, ну вот прямого-то сравнения нет, да? То есть, как бы средняя отсечка сравнивается с другими гемофильтрами, которые, конечно же, с точки зрения точки отсечки разные. И здесь ЭМИК-2 показывают, ну, какую-то свою большую в этом плане эффективность. Вот, нет прямого сравнения с цитосорбентами или, да, там, то есть, как бы в этом плане это две разные немножечко методики. На самом деле сейчас немножечко движется все в сторону цитосорбентов, но в этом плане я бы не сказал, что ЭМИК-2 плохая штука. Ну, то есть, в этом плане мембрана хорошая и позволяет вам работать с средними молекулами, и это здорово на самом деле. Вот. Поэтому, если появится рандомизированный трайл, который сравнит, условно говоря, две какие-то вот эффективности, ну, мы можем с вами тогда достоверно утверждать, что-то лучше, что-то хуже. Пока, собственно, когда мы писали септические рекомендации, мы, собственно, и все перечислили, и использование мембран средней отсечки, и использование, да, там, сорбентов. То есть, абсолютно дали всю палитру, которая есть в нашей стране для влияния на патфизиологию септического шока. Пожалуйста. Большое спасибо за интереснейшее сообщение. Я хотел бы уточнить. Вы считаете, что всем пациентам СОФа больше семи необходимо проводить комбинированную процедуру с ЛПСС? Нет, нет, рассмотреть проведение, вот. Поэтому я и сказал, что... Да, просто получилось очень категорично. Нет, 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 не категорично. Я просто упомянул, что рекомендация звучит так, что пациентов с септическим септическим шоком рекомендуется рассмотреть. А это лишь некая клиническая ситуация, которая как раз говорит вам о том, что рассмотрите. Вот так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Кому-то еще угодно задать вопрос? Большое спасибо. Давайте поблагодарим Дмитрия Васильевича, яркого представителя Санкт-Петербургского первого медицинского университета, ассистента кафедры анестезиологии. Мы вас не представили толком, да, мы так смешались. Да, ладно, ради бога. По-моему, очень ярко, актуально, и все на кончиках пальцев. Спасибо вам большое. Вот, и занимайте место в президиуме, пожалуйста. И мы переходим к следующему докладу, и хотим вызвать на экран Дмитрия Леонидовича Шуковича. Элементы магии. Элементы магии, да. Да, и я все-таки представлю Дмитрия Леонидовича в нужном порядке, да, перед докладом профессор кафедры анестезиологии и реанимации Кеймеровского медицинского института и председатель комитета ФАР по экстракорпоральным методам лечения. Я думаю, что это очень важно сказать вначале. Дмитрий Леонидович, вам слово, будьте добры. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, но еще раз приношу свои извинения за то, что не смог присутствовать точно, очень-очень хотел, но, к сожалению, обстоятельства непредалимой силы распорядились таким образом, что приходится выступать онлайн. У меня сегодня будет, да, практически не будет науки, у меня сегодня будет мало текста, будет много картинок, и касаться они будут первого опыта применения ОМНИ. Надо сказать, что мы давно ждали этот аппарат, и когда он к нам приехал на пробацию, по большому счету, я его даже к нему не прикасался ни разу нигде. Мы видели его на выставках, на картинках, проспектах и так далее. Поэтому вот начну с самого начала, как происходило наше знакомство с ним. Ну, а для начала, я вот тут при подготовке нашел вот такой вот исторический слайд, ну, это, наверное, такой вот назад в 90-е. Здесь представлены машины, которые были всемирно признаны и применялись для продолжительной заместительной почечной терапии где-то, наверное, в 90-е и нулевые годы. Здесь мы можем видеть одну из самых первых машин, это машина призма, допустим, вот хайджи. Здесь же мы также видим аппарат диапакт компании Бибраун, аппарат мультифильтрат компании Фриздиниус, которые, в общем-то, достаточно активно применялись в нашей стране. Ну, в общем, интерес к этому слайду заключается в том, что посмотрите, сколько много красавцев. И по большому счету ведь у каждого аппарата есть какие-то свои недостатки, преимущества. Хотя, в общем-то, удобство работы, хотя они все предназначены для одной и той же цели, для продолжительной заместительной почечной терапии. А вот так выглядит то, что у нас есть в клинике. Посмотрите, вот такой слайд специально сделал в плане сопоставимости, не знаю, ну, хотя бы сравнить внешние характеристики аппаратов призмафлекс, мультифильтрат и Омни. Ну, надо сказать, что, конечно, здесь я сейчас не хочу, так сказать, оскорбить любителей и адептов мультифильтрата и так далее. Скажу честно, мне этот аппарат не нравится. Мы его взяли только из тех соображений, что очередной раз компания Бакстера, точнее, тогда еще Гамбр Медик уходила с российского рынка для того, чтобы как-то обезопасить. Его взяли. Аппарат, конечно, он сегодня не современный, мягко говоря. Он плохо катается, он большой. Мешки нужно грузить на высоту метров шестьдесят. У него нет тачскрина. Кстати говоря, у меня сестры, когда на нем начинали работать, они пальцем истыкали весь дисплей, потому что, ну, просто они не могли себе представить, что там в пятнадцатом или шестнадцатом году, когда мы его купили в аппарат, а не тачскрина. Но, тем не менее, он работает, это хорошая рабочая лошадка. Вот, с небольшим интеллектом, но с достаточно хорошей надежностью. Вот этот вот цитратный модуль, который висит у него с левого по борту, два цитратных насоса, он металлический полностью, и можно сшибать косяки. Причем косяки сшибаются прекрасно, модуль стоит на месте, ничего ему не случается. То есть такой нормальный, надежный аппарат. Призмофлекс, это, я бы сказал, уже вторая генерация аппаратов. Аппарат уже, который не объединен интеллектом, хотя он уже сейчас, насколько я знаю, снял с производства. Вместо него будет призмакс. Вот, но вот эти вот все реорганизации компании Гамба Распаль, разработчика аппарата Призмофлекс, они не позволили реализовать все те замыслы, которые были изначально заложены в этот аппарат. Я имею в виду и каскадные плазмофильтрации, и комбинацию плазмофереза, плазмообмена плазмофорции и так далее. Вот, аппарат полностью функционально для этого был готов, но, тем не менее, мы не увидели вот этих вот всех сетов. Хорошо, что мы успели поработать на сете Аксирис, который многие производители Призмофлекса полюбили. Но теперь, конечно, у всех пользователей бакстерского оборудования большая проблема в связи с угодом данной компании с российского рынка. Вот, и мы, конечно, ждали аппарат третьего поколения, я их так называю, это моя классификация, может, кто-то ее не поддержит, но вот, как бы, почему третьего поколения? Потому что это аппарат, который с высоким интеллектом, который думает за медицинский персонал, который сначала перед тем, как позвать кого-то на помощь, я имею в виду медицинскую сестру для врача, обрабатывает тревоги, обрабатывает события, пытается принять какие-то решения, поменять какие-то режимы, только потом, если что-то уже не получается, нужно вмешательство, вот тогда уже нужно кого-то звать на помощь. Ну и, конечно, вот в отношении изящности, компактности, просто в плане размещения аппарат Омни выглядит здесь гораздо более привлекательным. Вот еще одна картинка, это вместе с Плазавто Сигма, но, наверное, по компактности можно их сравнить с аппаратом Омни, но, конечно, у Омни больше дисплей, и он гораздо лучше по своим характеристикам. Это тоже немаловажно, об этом будем говорить дальше. Вот здесь представлены три аппарата нового поколения, третьего поколения, если это можно назвать, значит, это Мультифильтрат ПРО слева, это справа призмакс, но и аппарат Омни, как у нас сегодня будет речь. Примерно все они одинаковые по своему функционалу, но разные по конструктивным особенностям. Но вот если посмотреть на Мультифильтрат, первое, что бросается в глаза, это 5008, то есть искусственная почка 5008, экран точно такой же, дисплей точно такой же, причем если дисплей они оставят именно вот 5008, это не самое лучшее решение, потому что на самом деле дисплей там не очень хороший, там плохой тач-крим, он постоянно вылетает, с ним проблемы какие-то, и он бликует, он такой достаточно бледненький. Опять-таки мешки на большую высоту, и посмотрите, компания так и не поработала концепцию единой загрузки сета, то есть опять у нас гемофильтры висит отдельно, магистрали заправляются отдельно. Призмакс. Если честно, я не знаю, зачем компания Бакстера разработала Призмакс, потому что, в принципе, можно было усовершенствовать аппарат Призмакс, но, наверное, конечно, туда намного больше интеллекта удалось интегрировать. Очень хороший дисплей у него, в плане надежности надо посмотреть, потому что он как-то такое ощущение, что отдельно висит здесь, и есть предположение, что его можно травмировать, особенно в повседневной жизненной длине реанимации, когда оборудование постоянно перекатывается, обо что-то ударяется. Но я думаю, что все, кто активно работает, все это прекрасно понимают. Но самое главное то, что аппарат Призмакс остался в плане магистрали, в плане сетов совместимым с аппаратом Призмафлекс, то есть мы здесь видим все то же самое, такую же методику загрузки сета. Ну, поэтому каких-то вот таких вот существенных различий в плане медообычных процедур заместительной почечной терапии, я думаю, что мы здесь у этого аппарата не получим. Да, это, в принципе, не актуально, потому что я думаю, что в России мы его увидим очень-очень нескоро, если вообще увидим. Вот, поэтому вот сегодня мы обсуждаем аппарат ОМНИ, который уже есть на российском рынке, в российских клиниках. Аппарат, который действительно третьего поколения, потому что, ну, сегодня уже достаточно много было сказано Иллы Сергеевны о нем, и я еще скажу, вот, аппарат также поддерживает автоматическую загрузку сета. Если посмотреть на эволюцию основных аппаратов для продолжительной заместительной почечной терапии, то, как я уже говорил, начало 90-х, первый аппарат, аппарат Призма, который позволял работать полностью в автоматическом режиме. Прекрасный аппарат, абсолютно никаких проблем нет. У меня до сих пор стоят две Призмы в абсолютно исправном идеальном состоянии, но стоят они мертвым грузом, к сожалению, потому что на них нет расходов материала. Хотя концепция этого аппарата, она просто развела революцию в области продолжительной заместительной почечной терапии, потому что вот эта автоматическая загрузка сета, она, конечно, очень сильно облегчала работу персонала. Дальше появился аппарат Призма Флекс, причем обратите внимание на разницу в дизайне между аппаратом Призма Флекс и аппаратом Призма. Здесь мы видим достаточно глубокую проработку, переработку дизайна и вообще всех внутренностей, и дисплея, и программного обеспечения, и так далее. То есть компания Гамбра Аспаре очень серьезно вложилась в то, чтобы создать действительно аппарат нового поколения. И вот мы здесь видим Призмакс, но тут уже чувствуется вмешательство компании Бастер, то есть производителя аппарата Аквариус. То есть здесь получается некая такая смесь между Аквариусом и Призма Флексом. В отношении проработанности программного обеспечения и каких-то других технических решений не могу сказать, потому что, к сожалению, опыта работы на нем ни у меня, ни у моих коллег нет. Что касается продукции компании Фрезерниус. Мультифильтрат, да, то есть вот он появился примерно в то же время, но чуть позже, чем аппарат Призма. Тогда это был конец 90-х, начало 2000-х. Он был, конечно, современнее, чем аппарат Призма. Мы его очень хотели купить в начале нулевых, но, правда, тогда, когда нам экстренно нужно покупать аппарат, он был не зарегистрирован в Российской Федерации, поэтому пришлось привезти простой аппарат Призма. На тот момент он, конечно, был самый такой навороченный, если так можно выразиться, самый продвинутый. И, в общем-то, позволял проводить высокобъемные процедуры. Но, к сожалению, время шло, аппарат не модернизировался, и вот даже когда стала развиваться цитратно-кальциевая антикоагуляция, пришлось на него сбоку повесить отдельный цитратно-кальциевый модуль, который полностью портит его внешний вид и габариты транспортабельности и вообще удобство использования в данном аппарате. Ну и вот этот Мультифильтрат ПРО, мы здесь не видим какой-то такой серьезной проработки, то есть, можно сказать, разработки аппарата с нуля. Мы здесь видим, по сути дела, практически искусственную бочку 5008, только с весами, с дополнительными насосами. Ну, в общем-то, да, сейчас они появляются в России, будем ждать реальных отзывов от пользователей данного аппарата. И что касается компании Бибраун, посмотрите, какая разница, то есть, аппарат Диапакт для продолжительной заместительной почтной терапии, который многие годы был рабочей лошадкой во многих отделениях реанимации и, в общем-то, не имел практически никаких нареканий. И аппарат Омни, то есть, получается, что компания Бибраун скакнула через одно поколение аппаратов для заместительной почтной терапии, для продолжительной заместительной почтной терапии, и мы видим просто практически созданный с нуля аппарат Омни. И, конечно же, я думаю, что при его разработке были учтены все недостатки как аппарата «Диапакт», так и аппаратов конкурирующих компаний. Вот так выглядит непосредственно у постели больного сам аппарат «Омни». Мы видим, что он абсолютно не занимает много места. Он спокойно катается, в общем-то, выглядит достаточно компактно и делает рабочее пространство. В общем, не уменьшает и делает возможность подойти к больному с любой стороны. Здесь данные из презентации разработчика, презентации компании. Аппарат действительно легкий, 62 килограмма. Действительно компактный, причем красный я выделил именно принципиальные для меня лично позиции. Он очень легко катается, причем если посмотреть на все предыдущие аппараты, которые я показывал, совершенно практически не катается мультифильтрат, призмофрейс катается, но с трудом, я веду особенно на разворот, хорошо катается плазавто и вот еще лучше катается Омни. А это очень важно, почему? Потому что, во-первых, куда-то прикатить, перекатить, экстренно перекатить, если там нужен доступ к пациенту и так далее. У аппарата хороший аккумулятор, наверное, самый продвинутый среди всех аппаратов, на котором мне доводилось работать, причем он не прекращает работу именно процедуру после выключения сети. Это очень важно, процедуру можно завершить, без всяких проблем. Шикарнейший абсолютно 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей, причем сразу все, кто первый раз встречались с этим аппаратом, они на это обращали внимание, потому что ничего подобного на аппаратах для заместительной почечной терапии до этого видеть не удавалось. Но, пожалуй, с ним могут сравниться, наверное, некоторые современные аппараты искусственных для целегких. Поэтому дисплей просто шикарный, он не влипует на солнце, его видно со всех сторон, высоко контрастно, с хорошим разрешением. Отдельно, за что хочется сказать спасибо разработчикам, это за скринсейры. То есть тут реализованы много концерций, здесь реализованы из аппарата искусственной почки, то есть тогда, когда во время процедуры аппарат включает скринсейры, я его потом дальше покажу, на котором отражаются шесть основных параметров на экране. И самое главное, что видно его практически с любой точки палаты, достаточно буквально одного глаза взглянуть, чтобы посмотреть, через какое время потребуется следующее вмешательство и что нужно будет сделать. Керамический нагреватель тоже очень хорошая вещь, потому что мы знаем, что одна из таких серьезных проблем продолжительно-заместительной почечной терапии, особенно в высоких потоках, это снижение температуры пациента. И многие аппараты с этим боролись с разработкой своих специальных нагревателей, но эти все нагреватели, они имеют эффективную работу только при определенном диапазоне кровотока и потока растворов. Потом керамический нагреватель с большой площадью здесь имеет достаточно большое значение в отношении температурного контроля пациента. Далее, пять роликов насосов. Это, в общем-то, для того, чтобы аппарат мог поддерживать любой вид процедуры, в том числе цитратное качество, антикоагуляцию. В то же время эти пять насосов сегодня необходимы в современной аппарате для продолжительной заместительной почечной терапии, исходя из того, что, в общем-то, только лишь процедуры заместительной почечной терапии, они не будут единственными на этих аппаратах, поэтому я думаю, что с учетом такого количества насосов, датчиков давления, можно разработать различные каскадные процедуры, комбинированные процедуры и так далее. Но по весам все более-менее понятно. Единственное, что хочется сказать, это возможность работы с двумя мешками на весах. Это очень хорошо. При всем приятном, весы расположены стандартно внизу, то есть не надо мешки поднимать на высоту метр шедесят, как это на мультифильтрате. Ну и небольшой объем заполнения стрипарального контура, максимально 192 мл, в общем-то, минимизирует вероятность избыточной гемодилюции, особенно у анемичных пациентов. Объем промывки у стандартного сета 800 мл, время подготовки всего 15 минут, это очень хорошо, потому что если, допустим, у старой призмы время подготовки было 9 минут, то почему-то у того же призмофлекс она составляла 21-22 минуты. Это хорошо, что, пожалуй, это одно из самых минимальных периодов подготовки, потому что приходится иногда подключаться экстренно, что, в общем-то, экономит время. Сканер штрих-кодов, не знаю, хорошо это или плохо, наверное, хорошо, потому что поднес штрих-код с ацета к сканеру, антисканировал сет, ну, в принципе, пока сетов не так много, что пользоваться штрих-кодом, в принципе, можно ввести вручную, но, чтобы не ошибиться, ну, в частности, какой-то сет обычный, для цитратной кальциевой антикогуляции, наверное, штрих-код будет полезен. Очень важно, то, что мне очень понравилось, и всем моим коллегам понравилось, это кнопка экстренной остановки процедуры. Она находится под экраном, значит, и она является механической. То есть она полностью разрывает электрическую цепь с насосами, соответственно, от нажатия этой кнопки полностью прекращается процедура. Почему это важно? Потому что там, где мы через тач-крин включаем-выключаем насосы, соответственно, тач-крин может просто-напросто залипнуть, может не сработать, это в перчатках может быть. Там нужно на электрокаппаратах зайти в меню настройки потоков, чтобы нажать на сток и так далее. Здесь очень удобно, не дабы какая-то аварийная ситуация, значит, соответственно, нажимаешь на ток, все, ток останавливается. Очень информативный интерфейс. Честно говоря, первый раз, когда я его видел, я сначала подумал, что для врачей он будет несколько перегружен, но, однако, мы уже провели несколько мастер-классов и цикл по обучению на этом аппарате, и особенно молодые врачи, которые, ну, так сказать, поколение смартфонов, простите, я как, пожалуйста, молодые коллеги, ну, то есть те, которые с техникой НАТЫ, с компьютерами, с программным обеспечением НАТЫ, они моментально схватывают то, что происходит на экране, вот, и те, кто имеют опыт работы до этого на других аппаратах, они говорят, что им вот эта вот концепция, когда максимум информации, она им нравится больше. Что важно, вот концепция взята из аппаратов искусственной почки, это управление кровотоком, нагревателем, скоростью гепарина вынесено на основной экран. То есть нам не нужно для того, чтобы поменять кровоток, поменять скорость гепарина, поменять нагрев пациента, температура нагревателя лазит там по всяким меню, под меню и так далее. То есть мы подходим просто, в каком бы мы крайне не находились, мы всегда можем изменить скорость кровотока. Очень полезная штука, опция, кнопка «Уход за пациентом». Значит, что она делает? Если нужно провести какие-то гигиенические мероприятия, там, профилактика прожжения, перестивание пациента, повороты, какие-то обследования, просто нажимаем на кнопку, аппарат снижает кровоток до 50 мл в минуту, и хорошо динфицирует давление на катетере. При этом можно совершенно спокойно работать с больным, не ожидая того, что вот-вот аппарат выдаст тревогу, и нам придется отвлекаться на решение проблем с сосудистым доступом. И очень немаловажно, когда мы начали заниматься ЭКМО, мы поняли, что это немаловажно. Это кнопка очистка экрана, потому что когда артериальная конюля иногда вылетает из больного и начинает, как кобра, скакать по палате, заливается абсолютно все, и персонал, и мониторы, дозаторы, и аппараты для заместительной почечной терапии. Особенно, когда подключен аппарат для ЗПТ, и он залит и кровью, и вот как раз в плане его обработки, протирки, не надо его отсоединять, чтобы куда-то откатить, его там обрабатывать. Есть кнопка, которая блокирует экран, соответственно, можно от любых загрязнений во время процедуры и протереть его любым доступным обеззараживающим раствором. Но про гумиосеев премиум, в общем-то, Хала Сергеевна уже сказала. Какое это значение имеет в практическом аспекте? Помимо контроля за балансом жидкости, помимо контроля доставленной дозы, аппарат очень хорошо следит за изменением давления на катетере. На нашей практике гиризолга, скажем так, как это называется, хорошо дельфированное давление. То есть он не срабатывает сразу при каком-то резком скачке давления, он анализирует ситуацию, он пытается изменить кровоток, и только потом, если у него это не получается, то действительно какая-то проблема с сосудистым доступом, аппарат зовет на помощь, то есть выдает тревогу. Автоматическое регулирование уровня воздушных ловушек тоже, в общем-то, весьма полезная опция, потому что на некоторых аппаратах, например, на признаклексии, особенно когда в поздилюции работаешь, постоянный уровень веноза на ловушке влетает, и приходится его периодически поднимать вручную. Здесь этого не требуется. В конечном итоге вот эта система GOMI-ASA Premium, она приводит к тому, что мы имеем меньше ложных сигналов тревоги, соответственно, аппарат меньше отвлекает от работы персонала. Мешки. Ну, в принципе, стандартные мешки для сливы. Вот, можно два мешка повесить. То есть в случае, если по два мешка со створами идут на весах, то мы подвешиваем два мешка для флюента. Мешок можно сливать через кран, который внизу на снимке показан. Вот, порядка 90 секунд, двух минут полный слив мешка происходит. Вот, и при этом контроль веса, наполняемость этого мешка приводит к тому, что если сестры забыли закрыть этот ган, то аппарат моментально, уже буквально через 50 миллилитров флюента, а это меньше минуты, может быть, распознает это и выдаст тревогу. Итак, собственно, опыт. Мы первые 10 процедур проанализировали. Это было 8 пациентов после кардиохирургической операции. Во всех случаях были почечные показания. То есть, острые почечные повреждения, нуждающиеся в заместительной почечной терапии. Во всех случаях была гепариновая антикоагуляция. Значит, почему не цитрат? Ну, потому что особенность кардиохирургических пациентов, особенно после клапанной коррекции, такова, что они должны получать антикоагулянты, должны получать гепарин. Поэтому, в принципе, мы здесь разницы не видим. Либо мы гепарин будем подавать в виде отдельного дозатора, или там подховки делать болезненные, или будем подавать его в виде инфузии в аппарат для заместительной почечной терапии. Хотя, к цитратной антикоагуляции мы очень хорошо относимся, достаточно часто ее применяем. Уже давно и цитрат на кальциевую, и обычно цитрат на призмофлексе. Поэтому, в принципе, здесь никаких проблем нет. Но вот так получилось, что все пациенты были на гепариновой антикоагуляции. Продолжительность терапии была от 18 до 54 часов. Здесь мы рекорды никакие не ставили, и не собирались ставить, там, допустим, 72 часа, там, пока СЭД работает. Вот зачем? Нам это не надо. Мы работали столько, сколько нам было необходимо либо для контроля уремии, либо для контроля жидкостного баланса. Поэтому, соответственно, мы обычно сейчас как работаем? Мы ставим задачу, ставим цель перед заместительной почечной терапией. По мере ее достижения мы отказываемся от заместительной почечной терапии, потому что мы считаем, да не только мы, и многие зарубежные коллеги это говорят в своих публикациях, что искусственное затягивание процедуры может способствовать к негативным качествам, негативным свойствам процедуры, таким как постоянное удаление лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков, нутриентов, к нарушению фосфатного обмена и так далее. Значит, венозный доступ стандартный, двухпросветный катер, 12-х речевые, в двух процедурах мы использовали с СЭД 1,2 и восьми процедурах с СЭД 1,6. Причем с СЭД 1,2 мы использовали у пациентов с массой тела порядка 70-80 килограмм, и, в общем-то, обратили внимание, что мембрана с такой, в общем-то, невысокой площадью 1,2 абсолютно нормально справляется со своими задачами, которые мы ставим перед заместительной площадью терапии. Хорошо то, что этот аппарат СЭД УМНИ имеет обычные стандартные растворы луровские для подключения, стандартные разъемы для подключения растворов, поэтому мы работали на растворах разных производителей, в зависимости от того, что у нас было в клинике, это было и Дуасо, Бибрау, Призмасо, Бастер и Мультиплюс, Фридениус, поэтому никаких проблем, как в мультифильтраторах, когда на мультифильтратор вы можете подключить только раствор Мультибиг или Мультиплюс, потому что там специальные разъемы, но в данном случае аппарата УМНИ нет. Во всех случаях цель процедуры была достигнута, аваритных ситуаций и досрочных завершений не возникало, мембрана позволяет эффективно обеспечить линейность мочевины и гриотинина, значимой гипотермии у пациентов отмечено не было. Надо сказать, что первый запуск аппарата без предварительного обучения заняло около часа. Напомню, что мы до этого аппарат видели только на выставке и на картинке, поэтому, в принципе, запустили аппарат без каких-либо проблем. Единственное, там возникла проблема, связанная с особенностью при заполнении растворами по 500 мл, а не по литру. То есть, когда вы подвешиваете раствор флакон емкостью 500 мл, то, соответственно, аппарат не видит, что на нем висит литр, и тогда нужно просто подвешивать второй флакон для того, чтобы аппарат определил, что у него на весах висит литр. Но при этом, конечно, когда вы меняете флаконы с растворами во время заполнения, не забывайте, что аппарат может завоздушить, если объем из первого флакона уйдет. И вот здесь кнопка экстренного отключения, про которую я уже говорю, она очень хорошо помогает, потому что нажал на кнопку, не надо ни в какие-то меню лазить, что-то еще, переключил флакон, снова нажал на кнопку, и аппарат дальше начал заполняться. Аппарат интуитивно понятен, имея систему подсказок на всех этапах, также защиту от неправильных, либо невыполненных действий. Это я имею в виду при сборке аппарата, при заполнении. Поэтому даже не читая инструкцию, вот человек, который имеет опыт работы с аппаратами для продолжительной заместительной почечной терапии, я думаю, без проблем он соберет и запустит. И что немаловажно, предусмотрена штатная возможность слива промывочного раствора перед подключением, для того, чтобы минимизировать гемодилюцию. У аппарата есть два варианта подключения, то есть перед подключением напрямую, когда при заполнении контура из больного часть раствора, физраствора и промывочной жидкости, точнее, возвращается в пациента, и есть возможность слить промывочную жидкость, то есть заполнить контуры крови пациента и подключиться после заполнения контура кровью уже к пациенту. То есть в это время аппарат не проводит лечение, то есть не подойдет потоки, и это очень хорошо, потому что на том же самом призмофлексе, на море-фильтрате приходилось выключать потоки, включать только скорость кровотока, заполняться кровью, сливать промывочную жидкость, потом подключаться к пациенту, только потом уже выставлять потоки и начинать терапию. В принципе, эта опция достаточно будет востребована в педиатрической заместительной почечной терапии. Итак, что говорят врачи? Понятно, что у нас уже практически все врачи отделения успели поработать с этим аппаратом. Говорят они следующее, что аппарат интуитивно понятен, не требует каких-либо дополнительных знаний при изменении параметров процедуры. Все отметили, что у аппарата очень информативный интерфейс, причем многие сказали, что по нему даже можно изучать принципы заместительной почечной терапии. Я потом покажу это на картинках. Все отметили очень качественный контрастный экран с хорошими углами обзора, без бликов, на солнце прекрасно видно. В общем-то, это действительно шаг вперед среди аппаратов для заместительной почечной терапии. Также все отметили наличие механической кнопки S-TN на остановке процедуры. Ни разу, правда, она не пригождалась во время процедуры, но как-то когда она есть, тогда почему-то врачи себя чувствуют спокойнее. Быстрый доступ к основным настройкам из главного экрана. Я имею в виду скорость кровотока, нагреватель, шприц с гепарином. И все отметили отличный скринсейлер. То есть, где бы то ни было, в каком участке, в какой точке палаты, все это видно издалека. Все видно, как аппарат работает, какие давления на доступе, на возврате, через какое время нужно вмешиваться. Теперь, коллеги, мнение медсестер. И первое, что они сказали, аппарат красивый. Да, это хорошо, действительно, наверное, имеет большое значение, потому что приятно работать в отделении, когда стоит такой действительно красивый аппарат. Что занимает мало места, легко катается, при этом не срабатывают тревоги. И вот это вот, о чем сегодня уже говорили, вот эта вот интеллектуальная система и контроль изменения объема, контроль изменения веса, она очень хорошо работает. И поэтому аппарат во время процедуры можно перекатывать совершенно спокойно. У нас был случай, когда мы переезжали из одной палаты в другую, тревоги ни разу не сработали, и процедура продолжалась. Работа с двумя мешками увеличивает время вмешательства. Для сестер это очень важно. И самое главное, что не надо эти мешки поднимать на высоту собственного роста, как на вышеупомянутых аппаратах. Аппарат мало пищит. Это тоже хорошо для сестерского персонала, потому что не надо отвлекаться на какие-то тревоги, особенно желтого уровня, то есть, которые там требуют, может быть, нестрого вмешательства, но надо подойти посмотреть. Очень понравилась сестерам кнопка уход за пациентом, которая сильно облегчает проведение гигиенических мероприятий. Не надо звать врача, чтобы он карауливал давление доступа возврата или там изменял режим процедуры, для того, чтобы аппарат не срабатывал во время перекладывания, перестирывания пациента, там какие-то проведения других мероприятий. Ну и в принципе, для выполнения сестерских вмешательств аппарат тоже интуитивно понятен. То есть, никаких проблем у сестер не возникло в плане обслуживания данного аппарата. Ну вот, сейчас позвольте представить ряд картинок. Вот так вот аппарат выглядит спереди. Вот это у него рабочий экран основной, там он дальше будет более крупный. Вот эта вот левая часть, это кровяная часть, так называемая, с насосом для цитрата. Вот это невоздушные ловушки, артериальная ловушка, венозная ловушка, уровни в них регулируются автоматически, но при необходимости эти уровни мы можем отрегулировать и вручную. Все это доступно с помощью программного обеспечения. Вот вид с другого бокса справа, это растворная часть. Значит, тоже видим воздушную ловушку, которая регулируется автоматически. Вот, но в случае необходимости уровень тоже можем изменить. Вот так выглядит скринсевер. Обратите внимание, насколько это здорово, потому что, посмотрите, мы видим все параметры на экране, и самое главное, вот сестерский главный параметр в правом нижнем углу, это час девятнадцать, что нужно сделать, сменить флиэнд. Все, то есть сестра абсолютно спокойная, то есть она видит, что час девятнадцать к аппарату подходить не надо, если грудь не сработает, какая-то тревога. За это отдельно спасибо разработчикам, потому что, в принципе, это очень сильно упрощает взаимодействие персонала с данным аппаратом. Вот на левом слайде показан основной экран. Мы видим внизу цифра 150, это скорость кровотока, также видим кнопки плюс и минус, на которые мы можем подойти и тут же изменить скорость кровотока. Чуть левее это включение и подключение нагревателя, регулировка температуры, и справа это скорость гепарнизации, к которой тоже мы можем подойти и сразу нажать и изменить скорость подачи гепарина. Значит, далее в левой колонке мы видим, что есть кнопка очистки экрана, мы видим кнопку замены мешков, это тоже очень удобно, потому что, если, например, один мешок заканчивается, а во второй мешке ты понимаешь, что остается там совсем немного раствора, то проще заменить сразу все мешки. Мы видим кнопку ухода за пациентом, о которой я уже говорил. В общем-то, сестры достаточно активно этой кнопкой пользуются. Ну и в случае, если по каким-то причинам уровень из ловушек улетает, то есть в прямом доступе кнопка коррекции уровня ловушек, которая тоже можно нажать и скорректировать уровень. И вот на правом слайде показана та самая схема, про которую я вам говорю. Я не знаю, сначала подумал, что, может, это не настолько необходимо для обычного пользователя, но наши молодые врачи все сказали, что только изучив вот эту схему, когда аппарат работает, все насосы крутятся, везде меняется давление, то есть все показано, откуда что потекает, вытекает, куда что вытекает, то есть какие где давления. И, в общем-то, вот по этой схеме многие из них даже признали, что наконец-то поняли, как работает, например, гемодиафильтрация. Поэтому, в принципе, для продвинутых пользователей это меню будет очень даже полезным. И, в принципе, допустим, вот для меня больше даже подходит вот это вот окно для постоянного режима, потому что, ну, как бы мне сразу все становится понятно, что где какие давления и как что работает, чем, допустим, вот стандартный экран, который показан на левом слайде. Хотя он тоже неплох. Он, посмотрите, показывает уровни, сколько осталось, допустим, в замечающих мешках, в мешках с замечающим ростовом, в мешках с дерезатом, в мешке эфлюента. И показывает время, через которое придется поменять эти мешки. То есть, в общем-то, все достаточно удобно. Также на этом экране сразу быстро доступно изменение скорости потоков. Уважаемые коллеги, какие выводы можно сделать после первого опыта работы с аппаратом ОМНИ? Аппарат современный, интеллектуальный. Это аппарат, который соответствует всем требованиям проведения продолжительной заместительной почечной терапии, в том числе и безопасности. Для специалистов, имеющих опыт работы, на других аппаратах проблем с освоением не возникнет. Даже без прохождения обучения. Я думаю, что они спокойно его соберут, потому что аппарат, в общем-то, все подсказывает. Аппарат в целом комфортный для персонала, как для врачей, так и для сестер. Он идеален для отделения реанимации с недостатком места вокруг пациента, потому что он сам по себе места занимает мало. Еще и катается, и при всем при том, при этом он еще и не выдает тревоги. И немаловажный аспект, я не знаю, почему сегодня не прозвучало, но это адепватная цена расходных материалов. Пользуясь случаем, кому интересно спросить у представителей компании «Вибраун», сколько стоит цепь на этот аппарат. И вы приятно удивитесь. Ну и то, что мы сегодня в современных реалиях должны учитывать, это доступность расходных материалов в Российской Федерации, потому что, к сожалению, не все компании, даже вроде как, которые не уходили с российского рынка, они не могут поставить расходные материалы, не могут поставить их в срок. Но здесь компания «Вибраун» вроде как обещает, что никаких проблем с этим не будет. Ну и действительно, пока проблем с поставкой расходных материалов нет. Ну и ожидаемые опции. Среди того, что Алла Сергеевна задекларировала в своей лекции, я хотел бы сказать, что мы очень ждем открытый сет кровопроводящих магистрали. И здесь я, Дмитрий Васильевич, полностью соглашусь. Это сделает действительно аппарат многофункциональным. У него будет полностью открытая архитектура. То есть мы можем работать с любыми растворами и с любой нагрузкой. То есть это будет либо гемофильтр, либо диализатор, либо какая-то колонка для отсорции цитокинов или антитоксинов. И тогда действительно вот эта концепция эстроперпоральной органной поддержки терапии будет полностью реализована. Цель эстроперального удаления СО2, да, наверное, он нужен. И он будет пригождаться в повседневной клинической практике. Может быть, не так часто. Но я не знаю, тут, наверное, уже маркетинговые какие-то расчеты должны быть произведены. Если он будет стоить там в разы дешевле, чем, допустим, расходный комплект для аппарата ЭКМО, то, наверное, конечно, это было бы очень хорошо. Но в случае, если его цена будет приближаться к аппарату ЭКМО, то тут я бы поспорил Дмитрию Васильевичу. В отношении ультрапротективной механической вентиляции легких, там, 4 млт на килограмму и так далее, и при этом необходимости эстроперального удаления углекислого газа, потому что, конечно, в этой ситуации я бы предпочел полноценную веновенозную эстроперальную мембранную оксигенацию без всяких танцев с бурнами, а в контур эстроперальной мембранной оксигенации я бы надпелил аппарат ОМНИ, еще я даже исходя из того, что аппарат, еще раз подчеркиваю, хорошо демпфируем по давлению, и с учетом вот этого высокого интеллекта и анализа всех событий и случайностей, он бы работал с аппаратами ЭКМО гораздо лучше, чем те аппараты, которые выдают тревогу по каждому олящему поводу. Уважаемые коллеги, я благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. Дмитрий Ильич, большое спасибо. Кому угодно задать вопрос, у нас совсем немного времени, но оно еще есть. Спасибо. Дмитрий Ильич, большое спасибо за прекрасное представление гемопроцессора, очень понятно. И скажите, возможно ли использование данного аппарата в педиатрической практике, и какова скорость, минимальная скорость потока крови, данному, соответственно, шаг? Есть ли такие опции у данного гемопроцессора? Ну, педиатрическая практика, она же разная, вот, она есть неонатальная, а есть подростковая, а есть... Ну, речь идет о неонатальной, да. Нет, ну, неонатальная она в перспективе пока. Пока в перспективе. Мы ограничены 30 килограммами и взрослые пациенты в настоящий момент, мы ждем новые сеты. Да, нет, это все есть, это все есть в этом аппарате, но пока надо дождаться, пока в Российской Федерации будут зарегистрированы расходы материала для как раз вот таких маленьких пациентов. Ну, и такой вопрос еще. Спасибо. И самый большой недостаток из всех перечисленных вами достоинств работы этого аппарата. Он есть вообще или их нет совсем? Ну, именно в практическом использовании. Отличный вопрос. Хороший вопрос. Ну, знаете, можно тут, наверное, к недостатку отнести вот эту цитратно-кальцевую антикогуляцию, потому что те, кто работал, допустим, на призмофлексии, он понимает, что цитратно-кальцевая антикогуляция на призмофлексии гораздо лучше, чем цитратно-кальцевая антикогуляция на умне, она точно такая же, как и на всех остальных аппаратах, поэтому здесь нельзя ее назвать недостатком. Скорее всего, просто, ну, вот такой формат. Вот, общепринятый. И можно, наверное, долго дискутировать в отношении только варианта пусть делюции при проведении гемодиафильтрации. Но, с другой стороны, уважаемые коллеги, если мы проводим еще и диффузионный массоперенос в довеском фильтрационном, да, то, что называется гемодиафильтрация, то какой смысл нам, когда работать при делюции, еще дополнительно предразводить кровь, тем самым снижая эффективность диффузионного массопереноса. Поэтому многие говорят, что вот им это не нравится, но я бы не относил к недостаткам и сказал, что это просто особенность аппарата, потому что мы всегда, когда работаем гемодиафильтрацией, мы стараемся работать по делюции. Но пока, наверное, вот из значимых недостатков, пожалуй, все. Но, наверное, есть какие-то еще, может быть, мелкие, простить за жагон, косяки программного обеспечения, вот, но это все дело правимое, потому что программисты, я думаю, в скором будущем и улучшат перевод, и доделают все это, потому что, если взять другие аппараты, то до сих пор, допустим, на аппарате призмофлекса встречаются какие-то неточности и погрешности, хотя аппарат уже на российском рынке присутствует с 2008 года. Поэтому это тоже, скорее всего, не недостатки, а какие-то особенности, которые в ближайшее время, надеюсь, будут устранены. Ну, пока вот все то, что можно сказать. Спасибо. Ну, а мембрана, да, еще мембрана. Мембрана, да, прошу прощения, потому что, конечно, это хоть и полиэфирсульфон, вот, но, значит, конечно, эта мембрана не высокооцарбирующая, и здесь надо понимать, что те, кто привык работать на аксилисе, вот, они, наверное, будут либо вынуждены будут уходить в более высокие потоки, вот, которые, в принципе, подусмотрены в этом аппарате, там, в любой комбинации в режиме гемофильтрации, и пост-пост делюция, и припост делюция, и так далее, пожалуйста, как угодно, вот. Ну, либо придется вот ожидаться открытого сета, и вот тогда этот аппарат полностью расковывает весь свой функционал, потому что в случае, если мы хотим совместить, заместить эту почечную терапию с эстракопаральным удалением, там, чего-то, например, там, цитокинов, да, то мы можем поставить какой-то другой гемофильтр, который, там, скажем, более интересный в плане ассорбционных свойств. И мы этого очень ждем. Как и есть, не право. Собственно, Василий Чувствович. Владимир Николаевич уже снял мой вопрос, потому что я как раз это хотел спросить, только есть же хоть какой-то недостаток, но вы, собственно, все рассказали. Ну, и тогда получается, что в следующей презентации вот я прям ожидал вот счастливые лица ваших коллег и особенно медсестер при работе с аппаратом. То есть, вот, мне кажется, это была бы самая главная картинка, которая бы, собственно, показывала... Слайдный слайд. Да, 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 что действительно все хорошо. Коллеги, может быть, еще время для одного вопроса? Тогда я хотел бы поблагодарить докладчиков Дмитрия Васильевича, Дмитрия Леонидовича. Хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы пришли и активно поучаствовали. Спасибо нашей технической бригаде. Давайте все поаплодируем. Всем нам. На этом симпозиум завершен. Спасибо.